друзья всех приветствую на моем канале так как я являюсь охотником хочу рассказать об имеющимся у меня ружье есть сегодня пойдет об охотничьем ружье из 18 м это одноствольная на зарядное охотничьи ружье ижевского оружейного завода опускаться данное ружье стали аж с 1964 года конкретно мое ружье 2005 года выпуска покупался на новом по характеристикам дульное сужение чок калибр 12 длина патронника 70 миллиметров изначально ружье имела березовый приклад березовую накладку ложе дальнейшем дерево я поменял на пластик ну во первых потому что пластик более практичен в условиях охоты не намокает не облазит а во вторых легче чем дерево что конечно же является несомненным плюсом при ходовой охоте кто часто ходит по лесу с ружьем бродит тот меня поймет ружье очень легкое компактное и точное держа его в руках она дает ощущение уверенности лично я покупал это ружье как свое первое оружие для всех вид охот в практическом применении она показала себя неплохо охотился с данным ружьем я в основном только науток и боровую дичь дробь использовал от двух нулей до семерки хочу отметить что именно семеркой моего ружье бьют более точные куча как и заявлено по паспорту пулями картечу с этого ружья стрелял но не охотился поэтому не подобрал к нему нужный патрон для охоты этими боеприпасами ну а вообще из из испробованных различных видов пуль пуля полева 6 летит данного ружья довольно неплохо картечь номер 6 до 50 метров также показывает приличную кучу картечь номер 8 уже куча плоховато так скажем теперь хочу сказать о минусах данного ружья самый главный минус я считаю это металл из которого сделано ржавеет она просто на глазах если пришел с охоты и оставил не почищенным до утра то сразу покроется ржавчиной и вообще даже почищенное ружье при хранении надо периодически чистить так как иначе она начнет ржаветь и если запустить то ружье можно испортить еще одним минусом это ружья является то что в нем нет сменных чоков как у современных ружей это сделало бы ружье более универсальным ну это уже для тех кто более глубоко так сказать заморачивается в оружии ну и плюсы как в это уже как есть какими минусы и таки плюсы лично для меня большим плюсом является то что однозарядное ружье при охоте на уток обычно на перелете осенью радует расходом патронов и радует количеством добытых особей это к слову о том что у меня есть еще и мр-155 о котором я расскажу вам в следующем своем видео и отмечу его плюсы и минусы ну вот собственно и все что я хотел вам сказать друзья охотники и просто те кто интересуется оружием подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и слайки пишите комментарии спрашивайте интересующие вас вопросы постараюсь ответить всем спасибо за просмотр всем удачи и